всем привет подождем как обычно минутку пока люди подключатся к нашему эфиру всем привет заходите заходите на наш эфир добрый день всем привет 30 человек подключаемся уже 60 всем привет 102 отлично заходим заходим 140 всем привет у вас уже конец дня у меня еще обед примерно это день о 200 человек отлично всем привет всем привет наверное сегодня выходной потому люди готовы смотреть никто не на работе привет всем передаю привет 300 человек в эфире отлично всем привет подключаемся 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 заходим на нашу трансляцию 318 всем привет здорово 324 ну думаю что можно начинать кто подключится в процессе тут подключится кто не посмотрит сейчас посмотрит в записи но давайте немножко с вами поговорим есть немножко время поболтать там до часу можем поговорить там 30 40 минут спокойно и все вы видели что последние дни до последнее время я публиковал ряд сюжетов о ценах на продукты до ценах на продукты в америке по сравнению с украиной ну вы все вы видели что я показывал что например там на мясо на курицу на яйца цены на продукты в америке дешевле чем в украине принципе нормальные люди все это нормально отреагировали было очень много репостов даже последнее видео по мясу набрала почти 300 тысяч просмотров это я думаю очень немало то 10 тысяч репостов я хочу обратить ваше внимание что когда вы видите какой-то хороший сюжет до которого действительно нравится не забывайте ставить репост поскольку тем самым вы даете возможность посмотреть этот сюжет людям которые на меня не подписаны то есть у меня подписано там допустим с друзьями 40 почти 45 тысяч человек да но большинство просмотров приходит не от моих подписчиков а вот людей а благодаря репостам то есть репосты дают возможность смотреть видео а посторонним людям которые даже не знали о моем существовании так вот очень важно ставьте репосты обязательно это очень важно так вот эти видео вызвали резонанс в принципе реакция ну в 90 процентах случаях адекватно все прекрасно все понимают что происходит но есть товарищи до которые очень болезненно реагируют на мои видео об америке что действительно в америке продукты можно купить дешевле чем в украине понятно что часть из них это боты но есть категория людей которые действительно вну верят то что пишут то есть они действительно считают что они правы и вот я хотел бы ответить на несколько вопросов поскольку каждый раз отвечать на комментарии сеньки он fine каждому человеку это сложно потому проще записать видео пообщаться живьем до какую-то информацию рассказать чтобы это была живая дискуссия и так донести информацию до более широкого круга общественности чтобы это все видели так вот что я хотел бы сказать смотрите когда я публикую какую-то цену допустим там на мясо да ну к примеру там стоят 2 доллара килограмм вот примеру и в украине допустим стоят 4 доллара килограмм и мне говорят ты врешь это какая-то акция это какой-то там очень плохой магазин ей туда и сюда там допустим мясо стоит не 2 доллара а стоит она допустим 4 доллара или там 5 долларов или там не знаю 6 долларов килограмм и типа не обманывай нас но ребят смотрите я просто хочу вам рассказать одну фишку на самом деле мне как человека который живет уже три года в соединенных штатах принципе абсолютно без разницы покупать мясо в магазине за 2 доллара килограмм или за 5 долларов килограмм ну что вы понимали для меня это примерно как для вас покупать мясо по 4 по 2 гривны килограмм или по 5 гривен килограмм представьте что вы зашли в супермаркет и свинина у вас стоят 5 гривен килограмм вот свинина стоит у вас 5 гривен килограмм так вот для меня принципе по большому счету без разницы стоит она 2 доллара или 5 долларов для меня это одинаковые деньги понимаете я могу допустим ну что-то другое купить и я не увижу общей этой разницы так же сам не все равно будет яйца стоит там 60 центов или стоит будет 250 потому что мне плевать по какой цене покупать понимаете в чем суть когда вы говорите что вот в америке можно идти дороже да в америке можно идти разные цены можно найти такие и всякие но какую бы вы цену не нашли самую в самую высокую цену на продукты она все равно будет доступна для большинства людей подавляющего большинства людей я к чему показываю я показываю к тому что в украине цена на продукты такая высокая что рядовой человек который ходит на работу в украине не может здорово питаться ну представьте чтобы в америке при зарплате допустим там ну три тысячи долларов ну а в украине три тысячи гривен это абсолютно нормальная зарплата мясо стоило 150 долларов килограмм или 30 долларов стоил литр бензина ну вообще можете себе это представить я думаю что нет я думаю что нет нет ребят я ничего не рекламирую я просто отвечаю на вопросы которые были заданы мне фейсбуке понимаете чтобы сравнивать украинские зарплаты и цены с американскими у вас яйца должны стоить 2 гривны за десяток у вас мясо курятина должно стоить 5-10 гривен за килограмм у вас курятина должна стоить 5 гривен за килограмм тогда можно сравнивать но даже согласно официальной статистике вот есть американцы ведут официальную статистику по всей планете земля так вот соединенных штатах америки в среднем американцы тратят примерно около шести процентов своего заработка на еду шесть процентов заработка на еду в украине тратят от 30 до 50 процентов заработка на еду то есть представьте чтобы я в америке тратил половину своей зарплаты на пропитание это просто нереально это просто невозможно поймите что в америке любой человек любой с любым заработком голодать не будет не будет понимаете да конечно когда ты зарабатываешь допустим там 10 долларов в час ты приходишь и покупаешь ну там подешевле да и такие магазины есть только качество там абсолютно хорошие я когда зарабатывал мало денег я питался более дешевыми продуктами да и ничего живой здоровый но когда стал зарабатывать больше я допустим могу прийти купить там знаете не просто кусочек там какой-то говядины а я могу прийти купить там а нью-йорк стрип или там рыбай стейк да которые стоят там 10 или 15 долларов за кусочек могу себе позволить да то есть и то и то мясо но да я как бы больше зарабатываю я могу более качественно более круто питаться понимаете в чем суть но я могу питаться в любом случае при любой зарплате я не умру с голоду а попробуйте в украине на вашу зарплату каждый день кушать говядину вы можете в украине каждый день кушать допустим полкилограмма говядины вот зайдите на свою зарплату 5 6 7 тысяч гривен после выплаты коммунальных услуг после выплаты аренды квартиры после того как вы заплат заправите автомобиль и куп покупайте каждый день полкилограмма говядины то вы не сможете этого сделать вас денег не хватит вы не сможете тратить по 100 гривен день только на мясо так же самое я не был не смог бы тратить 100 долларов в день на продукты но у меня не стоит она 100 долларов килограмм она у меня стоит там 5 6 7 долларов да там самое хорошее мясо это для меня как 56 7 гривен поймите это ребята проснитесь в америке нет не думают люди что поесть это вообще проблема в этом не стоит а в украине думают потому когда я показываю цены не нужно сравнивать что вот там в америке вы нашли там за доллар а в там зачем на 5 то в украине у вас цены 50 раз выше соотношение ваших зарплат не может человек при зарплате 5000 гривен покупать ежедневно мясо которое стоит 150 гривен килограмм это нереально мясо должно стоить 10 гривен 5 гривен килограмм тогда это будет реально и я просто хочу понять ну вот я говорю очевидные вещи разве кто-то со мной не согласен вот на пенсию люди пишут а на пенс pointing 100 долларов вы можете себе позволить нормально питаться после выплаты коммунальных услуг но я же знаю какие вы платите коммунальные услуги ребята ну я плачу для допустим да там доход 5000 долларов в месяц да он допустим коммунальные услуги за квартиру стоит 100 долларов в месяц я могу себе позволить оплатить коммунальные услуги конечно же да а представьте теперь чтобы вы получали в Украине зарплату 5000 гривен, и все коммунальные услуги, все коммунальные услуги вам обходились бы в 100 гривен в месяц. Это включает отопление, электричество, подача холодной воды, горячей воды, плата за квартиру. Да вы бы охренели бы от счастья, ребята. Потому в Америке мы не заморачиваемся по поводу пропитания, по поводу коммунальных услуг, по поводу одежды и по поводу бензина. У нас бензин, ну сейчас подорожала нефть, стоит примерно 70 центов за литр, а раньше стоил 50-60 центов за литр. В Украине при зарплате 5000 гривен платите 30 гривен и больше за литр. Это то же самое, чтобы я при своей зарплате заправлялся бы 30 долларов за литр. 30 долларов за литр. Но я плачу не 30 долларов за литр, а 70 центов. Вы понимаете, что я могу заправлять автомобиль свой, сколько захочу, я могу кататься, сколько захочу на машине, я вообще не слежу за тем, сколько я заправляю бензина. Представьте, что вы заезжали бы на заправку при своей зарплате 55 тысяч гривен, заправляли бы на 40 гривен полный бак бензина. Вот представьте, 40 гривен полный бак бензина вы потратили. Да вы плевать бы хотели, сколько этот бензин стоит, ребята. Ну плевать бы вы хотели. Потому мой главный посыл о том, что не то, что там в Америке на 3 цента дешевле, 3 цента дороже. В Америке в любом случае дешевле в отношении зарплат. В любом случае, при любых раскладах. Не важно, какие цены вы будете мне демонстрировать. Это не важно. Это не важно. В любом случае дешевле, потому что мы можем на свои американские зарплаты позволить себе питаться в десятки раз больше, чем рядовой украинец, который зарабатывает даже очень хорошую зарплату. Даже если вы будете зарабатывать 20-30 тысяч гривен в Украине, это все равно будет несравнимо с уровнем жизни, которым мы здесь и можем себе позволить. Потому что мы здесь можем себе позволить нормально жить. Жить как хотим, понимаете. Да, нужно работать. Везде нужно работать. Это тяжелая работа может быть. Да, но мы можем себе позволить жить качественно. И так, как мы захотим. А не выживать. Мы не занимаемся выживанием. Мы занимаемся только повышением качества своей жизни. У вас же стоит задача выжить. Просто в ноль выйти. Дай Бог, чтобы выйти в ноль. Мы не выходим в ноль. Вот что я хотел донести своими постами. И люди говорят, так же мне пишут. Смотрите, у нас война. Украина воюет. Ну, нормальному человеку это как бы не нужно объяснять. Но я хочу привести пример. Ну, смотрите. Вот у нас есть в Украине такой товарищ. Называется он Юрий Косюк. Это друг Петра Порошенко. Он бывший советник. Он работал в администрации Порошенко. Он владелец МХП, Algro Holding. В том числе владеет компанией Наша Ряба. Так вот. Компания Наша Ряба. Я зашел на сайт и посмотрел, что цена курятины на Наши Рябы стоит дороже, чем в Соединенных Штатах Америки. Вот я покупаю курицу дешевле, чем стоит Наша Ряба в Украине. И я задаю себе вопрос, а почему так? А люди говорят мне, а потому что в Украине война. Ну, хорошо. Война. Я открываю средства массовой информации, официальные данные. Да, то есть статьи, расследование журналистов. То есть ту информацию, которая публична, она ни от кого не скрыта. Вы все можете с ней знакомиться. Я смотрю, что у Юрия Косюка яхта за 180 миллионов долларов. Это указаны, показаны фотографии, показаны данные. Что этот человек входит в список Forbes как миллиардер. Что он получает огромные прибыли. И как показали журналисты, эти прибыли выводятся в офшор или за границу. И платятся налоги за границей. У меня возникает вопрос, а какое участие в войне принимает Юрий Косюк? То есть он что, с автоматом стоит на передовой? Или у него яхта за 180 миллионов долларов? У него там град установлен? Или ураган? То есть каким образом война с Россией мешает Юрию Косюку продавать продукцию своей курятины по адекватным ценам? Что конкретно его мешает? Я так понимаю, что если в Украине война, значит все должны мобилизоваться. Все производство, как во время Второй мировой войны. Значит каждый завод, каждое предприятие переоборудовается под военное время. То есть все, военный режим. И все идет на войну. То есть Юрий Косюк должен поставлять бесплатно курятину на войну. То есть вся его курятина, ну не вся точнее, а вот вся армия должна быть снабжаться курятиной Юрия Косюка. Да, фактически по себестоимости. То есть, ну по себестоимости, не в убыток, а по себестоимости. То есть чтобы он ничего не зарабатывал. Дальше. За время войны Рошен, предприятие Рошен получает сотни миллионов долларов прибыли. А в Украине же идет война. Откуда прибыль? А прибыль с карманов граждан Украины. Как получается прибыль? Получается прибыль очень просто. Компания Рошен, наша Ряба, это не важно. Все эти предприятия, они работают по одной схеме. Они производят некий товар. Не знаю, шоколадки, мясо. Это не важно. Назовем его просто товар. Товар, чтобы произвести, нужно вложить определенные деньги. То есть продукция определенная, какие-то технологии. Это стоит определенных денег. Дальше. Самая ощутимая, естественно, статья расходов, это зарплаты. Так вот, что делают наши товарищи, прошены, косяки и тому подобное. Они производят товар, платят гражданам Украины нищенскую зарплату. Ну, например, 200-300 долларов в месяц. А выставляют свой товар по американским ценам. То есть они сэкономили на выплате зарплаты. И еще заработали на повышение цены, как в Америке. А в Америке же зарплата не 200-300 долларов. Правильно? А разницу они положили себе в карман. То есть это их прибыль сотни миллионов долларов. Представьте себе ситуацию, что в Соединенных Штатах Америки кондитерская фабрика или фабрика по производству курятины выплачивала бы своим сотрудникам 300 долларов ежемесячной зарплаты. Какая была бы прибыль у этих компаний? Космическая. Прибыль была бы космическая. И все бы эти владельцы кондитерских фабрик, курятины, вошли бы в список Forbes буквально через 1-2 года после своей работы. Но так не бывает, потому что здесь в Америке, чтобы бизнесмену прийти к какому-то успеху, потребуется десятилетие. Потому что зазор в прибыли очень маленький. Да, он будет получать все, что он захочет. Он будет иметь все, что он захочет. Но он не будет миллиардером. Потому что зазор в прибыли очень маленький. Потому что большинство денег уйдет на выплату заработных плат и выплату налогов. Все. Налоги и заработные платы. Порошенко со своим Рошеном. Если он получает такую прибыль, должен платить своим гражданам минимум 1,5-2 тысячи долларов заработной платы. Если вы получаете в Украине зарплату меньше, значит в разницу, то деньги, которые вы заработали, забрал себе тот или иной олигарх в карман. В противном случае, если ваша зарплата такая маленькая, ну допустим 200 долларов, 300 долларов в месяц. Значит цена продукции, которая продается после того, как вы ее сделали на заводе, должна стоить аналогично копейки. И вы должны ее покупать в неограниченных количествах. Но не может быть так, чтобы работник предприятия курятины, проработав рабочий день, да проработав в месяц, заработал 300 долларов зарплаты, а пришел в магазин и покупал курятину по американским ценам. Это невозможно, ребята. Это неправильно. Потому что эти деньги, которые вам не доплатили на заводе, забрал олигарх, и он стал миллиардером. Не вы стали богатым человеком, а он стал богатым человеком. Я прихожу в Америке на работу, и у меня достойная зарплата. И не может быть такого, чтобы мне платили 500 долларов в месяц. Я зарабатываю до 300 долларов в день. До 300 долларов в день. Это мой доход. Ребята, я за 3 своих зарплаты могу себе купить айфон 10. Представьте. 3 дня вашей работы, и вы заходите в магазин и покупаете 10 айфон. 3 дня вашей работы. Не год, не два, а 3 дня вашей работы. Я могу себе позволить купить новый автомобиль. Я могу купить себе все, что я хочу. Я могу купить одеваться и тому подобное. У меня нет в этом такой какой-то потребности. Понимаете? Я живу как нормальный человек. Все, что мне нужно, у меня есть. Я ни в чем не нуждаюсь. То есть какие-то чисто человеческие потребности у меня есть. А если они у вас в Украине? Вы не можете позволить себе купить жилье. Вы не можете позволить себе купить автомобиль. Вы не можете позволить себе одеваться, как вы хотите. Вы не можете позволить себе питаться, как вы хотите. Ребята, проснитесь наконец. Я призываю вас бороться за ваши права. Потому что ни один олигарх никогда не начнет выплачивать вам достойную зарплату, пока вы не будете ставить ему ультиматум. Я не буду работать в Америке за 500 долларов в месяц. Я пошлю их нахрен. Понимаете? Никто не будет платить такую зарплату А в Украине находятся люди, которые согласны терпеть И выплачивают им потому такую зарплату, что они терпят Если курятина в Украине стоят как американские цены То и зарплата должна быть у вас американская Вы должны зарабатывать 3000-2000 долларов в месяц Это должна быть ваша зарплата, ребята, ваша зарплата Иначе в противном случае цена на курятина должна составлять 5 гривен за килограмм Понимаете в чем суть? У вас не может быть такого разрыва в ценах и в доходах Это должно быть сбалансировано Не важно сколько стоит в Америке В Америке это все сбалансировано Человек, который работает, который не сидит дома и не ленится Он может позволить себе все, что ему нужно для нормального существования Нормального существования обычного человека В Украине за тот труд, который вы делаете в Америке Вам платят 200-300 долларов в месяц На это нельзя позволить себе жить никак Вы не можете купить себе элементарный телефон Вы не можете купить себе телефон У вас нет на это денег И не потому что вы плохие А потому что дядя олигарх забрал вашу зарплату Думаете в Америке таких проблем не было? Были Были маленькие зарплаты Но это было там давно в 30-х, 20-х, когда профсоюзы создавали в Соединенных Штатах И люди выходили массово на акции протеста И требовали повышения зарплат В Украине почему-то не было ни одного Майдана За повышение уровня жизни Хватит выходить за политиков Не выходите там за Ющенко, за Януковича Там даже за Саакашвили не выходите Выходите за свою жизнь За уровень своих зарплат За уровень своей жизни За будущее ваших детей Просто выходите и говорите Так, есть конкретный факт Конкретный факт Цена на курятину стоит Там 40-50 гривен килограмм У нас зарплата 5000 гривен Мы не можем позволить себе ее купить Есть два выбора Два выбора Либо цена на курятину понижается до 5 гривен Либо повышается зарплата до 50 тысяч гривен По другому никак Потому что они будут говорить Ой, да, ой, да, ой Нет Вопрос тогда заключается в том Если у вас ой, да, ой, да, ой За счет каких средств Товарищ Косюк стал миллиардером За счет каких средств он купил яхту Сколько налогов он заплатил в украинский бюджет То есть вести конкретную дискуссию Называем цифры Конкретные цифры Мы считаем, что нам не доплачивают зарплату Если товарищ Косюк миллиардер Значит он зарабатывает очень много А где он берет эти деньги? Он берет эти деньги либо с высоких цен Либо с недовыплаты зарплат Значит задача Либо повышаем зарплаты Либо понижаем цены Чтобы товарищ Косюк не был миллиардером Ну будет пусть миллионером Ничего страшного с ним не случится Ничего не произойдет Если товарищ Ахметов станет тоже миллионером Ничего страшного не случится Если Ахметова не будет не 5 миллиардов долларов А 10 миллионов долларов Ничего страшного Зато люди, которые работают на его предприятиях Будут получать нормальные зарплаты Ничего страшного не случится Ничего не произойдет Человеку не нужно миллиарды долларов Человеку достаточно иметь 4-5 тысяч долларов в месяц Для того, чтобы вести достойный образ жизни Этого будет достаточно И вот если вы возьмете прибыль олигархов Которые они зарабатывают на вас же И распределите их прибыль по зарплатам То люди будут так и зарабатывать Пару тысяч долларов в месяц Они будут точно иметь Да, олигарх не будет миллиардером Он будет миллионером Но вы будете достойно жить Вот и все Вот простой рецепт И я всегда Вот много парахоботов Пишут Да ты там такой, сякой Ты там агент И тому подобное Я хочу задать вопрос Всем парахоботам Ребята, а кем вы работаете? Вот все Давайте напишем Вашу профессию Сколько вы зарабатываете в месяц Сколько вы покупаете еды своим детям И сколько вы платите налогов Сколько конкретно вы зарабатываете Сколько вы тратите на продукты Для своих детей И сколько вы платите налогов Три вопроса Каждому парахоботу в Украине Который живет Только никто они вам не ответят Потому что большинство из них Просто не работает И налогов они не платят Вот и все Вот простой ответ Они не рабочие люди Они не рабочий класс Эти люди живут за подачки От того же Порошенко Для того, чтобы промывать вам мозги И выклянчивать у вас донаты Когда человек начинает заниматься Промыванием мозгов В интересах правительства И еще при этом просит людей Его спонсировать То это конечно высшая степень цинизма Ребята Я понимаю Когда человек борется с правительством И просит людей помочь ему Это обоснованно Но когда человек борется за правительство Которое грабит народ И еще у этого народа Выпрашивает деньги на донаты Вот это уже мастер-класс Это уже нужно уметь И люди готовы за это платить Платить за поддержку правительства А какие зарплаты вам платит это правительство Вы что думаете Порошенко бедует Или Косюк бедует Или Ахметов бедует Или Гройсман бедует Или депутаты забедовали Нет Они все миллионеры Ребята У них все хорошо Только у вас все плохо У вас все плохо И сколько вы бы там не кричали На фейсбуке Не рассказывали У вас дела очень плохие У вас маленькие зарплаты И высокие цены И все кто вам рассказывает О войне Начнем с того Что они не воюют Они не сидят в окопах Они не потеряли Своих сыновей Дочерей Своих отцов Матерей На войне Они сидят на фейсбуке Получают пару тысяч долларов За свои посты И нормально себя чувствуют Это хорошая зарплата в Украине Если зарабатывать полтинник В месяц Это неплохая зарплата в Украине И они вам будут рассказывать Какой хороший Порошенко А вы со своей зарплаты 5 тысяч гривен Будете им еще донатить Перечислять Рассказывать Ой какой хороший блогер Нужно ему задонатить Донатьте пожалуйста Но ваша зарплата Этого не повысится Вы что думаете Порошенко вам повысил Зарплату до 50 тысяч гривен Нет Вы думаете Он будет вам доплачиваться Свою карман Нет Он будет выплачивать Блогерам Которые будут вам рассказывать Какой хороший Порошенко Какой хороший Гройсман Чтобы они дальше Зарабатывали свои миллиарды А вы будете нищенствовать Ребята давайте просто сядем И спокойно поговорим Какая у вас зарплата Сколько вы тратите на еду Сколько вы тратите на коммунальные услуги И сколько зарабатывает тот человек Кому вы эти деньги платите Вот вы платите коммунальные услуги Товарищу Ренату Ахметову Ренату Ахметову Это что бедный человек Нет Вы платите курятину Юрию Костюку Это что бедный человек Нет Они мультимиллиардеры Не миллионеры А миллиардеры Ребята Называется это миллиардеры Вы вообще понимаете Что такое миллиард долларов Что такое миллиард долларов Это космические деньги Человеку не нужно миллиард долларов Не нужно миллиард долларов. Если Ахметов будет миллионером, ничего не случится, зато вы будете богаче. Вы не должны платить такие космические коммунальные услуги. Если платите дорогие коммунальные услуги, вы должны зарабатывать много. Потому что вашу продукцию продают по американским ценам. Продукцию курятины, вот вы сотрудник завода «Наша Ряба», вашу продукцию продают по американским ценам, только зарабатываете 200-300 долларов в месяц. Вот и все. Вот и все. Вот и все. Ребят, я воевал в Украине с 2008 по 2015 год. Чем вы занимались? Вот те, кто спрашивает, вы пойдете со мной, не пойдете. Я столько всего во всем принимал участие, что вы за жизнь столько во всем не перимите участие. Никогда в своей жизни вы столько не примете участие в том, в чем я принимал участие. Вы хотя бы один раз выйдете на митинг. Ну хотя бы один раз. В своей жизни хоть сделайте что-то. И вы будете задавать вопросы. Ребят, я все то же самое говорил на территории Украины. Что-то изменилось? Нет. Потому что люди, как я написал в своем сообщении, готовы защищать свое нищенское существование. К сожалению, за один год я не могу переубедить 40-30 миллионов людей жить хорошо. На это уйдут годы. На это уйдут годы. И если я, допустим, буду говорить это с территории Украины, ну, к примеру, данный промежуток, исторический промежуток времени, то вы прекрасно понимаете, что мои эфиры очень быстро закончатся. За моей бы спиной подошел бы дядя СБУшник, схватил бы меня за шею и сказал бы, все, ты агент Кремля. Но я нахожусь на территории Соединенных Штатов Америки. И здесь не приходят сотрудники спецслужб, не хватают меня за горло и не ведут в лес. Потому, к сожалению или к счастью, я буду вести свои трансляции на данный промежуток исторический с территории Соединенных Штатов Америки. Я понимаю, что это очень много раздражает людей, которые поддерживают Петра Порошенко. Но, к сожалению, это будет так. Несмотря на все желания, чтобы меня куда-то выслали, чтобы я приехал в Украину, этого не произойдет ни при каких обстоятельствах. Это просто нереально. Понимаете, в чем суть? Ваша задача, ну, я имею в виду, задача властей, вытащить меня на ту территорию, где у них есть полномочия, которые юридические, причинить мне физические страдания или ограничить меня в свободе. Понимаете, в чем суть? Это такая, естественно, уловка. Конечно, им очень не нравится, чтобы человек говорил правду, и нельзя было его заткнуть. Например, можно заткнуть телеканал, да, можно посадить человека в тюрьму, можно отбить ему голову. Но нельзя ничего сделать с человеком, если человек сидит на территории Соединенных Штатов Америки и вещает с Фейсбука. Правда? Как обидно, как обидно. Смотрите, когда был СССР, с территории Соединенных Штатов Америки были разные радиостанции. Там, допустим, радио Свобода. И вот они многие годы, многие годы по радио рассказывали жителям Советского Союза о том, как они плохо живут. И о том, как живет хорошо Америка. И представьте, чтобы советские граждане не сказали, вы знаете, вот редактора радио Свобода, вы там не говорите за бугра, вы приезжайте в СССР. Ага, то есть, чтобы он приехал в СССР и его арестовало КГБ. Молодцы! Ну, просто гениально! Ага, ждите! Конечно, сел на самолет и приехал. Вот я сейчас занимаюсь абсолютно тем же, чем занималась радио Свобода, в 80-е годы, когда было радио, и за то, что слушали это радио, сажали в СССР в тюрьму, потому что правду говорили. Но так или иначе, СССР развалился. И я глубоко уверен, что аналогичным образом развалится украинская власть, коррумпированная украинская власть. Не государство, а власть. Государство украинское должно быть целостным, единым. И вся проблема именно во власти. Понимаете, в чем суть? И на сегодняшний день все в руках граждан. Я не призываю никакому насильственному свержению власти, потому что это, ну, это не совсем эффективный, на самом деле, метод. Да, бывает это эффективно, но не всегда. В данной ситуации у нас будут честные демократические выборы в 2019 году. И наша главная задача, чтобы нынешнее правительство Украины не одержало победу на этих выборах. Вот и все. Вот и все. Абсолютно мирным, демократическим путем не одержало победу на выборах. Я сейчас так просматривал Пархоботские ленты о том, как они говорят, что вот Порошенко должен стать на второй срок президентом. Там по 100, по 300 лайков. Они так на это надеются. Но каково будет их разочарование, когда Порошенко не станет президентом Украины во второй раз? Как же они будут плакать? А представьте, как будут плакать разные блогеры, которые фактически существуют благодаря тому, что у власти Порошенко. В один день они потеряют все. Они потеряют все. У них больше не будет защиты, у них больше не будет денег, у них больше не будет протектората, у них будет вообще ничего. Они сейчас, многие Пархоботы, насмехаются над теми, кто воевал против режима Януковича, но поскольку новый режим Порошенко оказался не менее коррумпированным, вынуждены были эмигрировать на территорию зарубежных государств. Я просто смотрю это, вот как они там стебутся, издеваются, да вот, да то, да сё, но я подожду всего лишь год. Давайте представим, что в 2019 году к власти приходят люди, против которых эти Пархоботы писали много гадостей. Эти люди защищали зверства полиции, защищали зверства спецслужб. И давайте просто вообразим, что приходит к власти новое правительство, и все эти спецслужбы начинают работать против этих Пархоботов. К ним приходят домой с обысками, их вызывают на допросы, их начинают паковать в тюрьму, а тетушки начинают разбивать головы. И в страхе за свою жизнь эти люди покидают территорию Украины, перебираются кто в Америку, кто в Польшу, кто в Германию. Заводят свои блоги и начинают рассказывать о преступном режиме в Украине. А люди, ну, которые, собственно, это всё читали, начинают и говорят, слушай, так ты же два года назад защищал правительство и рассказывал, что те, кто за бугром, они же такие идиоты. Они же эти зрадники, да, как там предатели. А ты теперь что, не предатель? Всего лишь нужно подождать ещё чуть-чуть. Ребята, я просто буду так смеяться, когда все эти парохоботы, которые стебались над теми, кто уехал, сами окажутся в такой ситуации, им будут проламывать бошки, их будут арестовывать, будет полиция дубинками забивать, ноги будет ломать. Они будут вынуждены покидать территорию Украины и клянчить, вот я такой там бедный, несчастный, помогите мне. Работать-то они же не будут, они же будут на донатах жить все. Они же будут выпрашивать донаты, продонатьте меня. Работать с них никто не пойдёт. И вот они пройдут тот же путь, возможно, когда уже донатов перестанут быть, придётся идти на работу, устраиваться на работу, посмотреть, как в Америке живут, как там в Европе живут. Возможно, какие-то ценности они себе привьют. И может пересмыслить жизнь. Да, человеку, возможно, понадобится 10 лет, чтобы переосмыслить свои какие-то взгляды. Да, я тоже, да, там 10-15 лет назад у меня были одни взгляды. Я прожил там 15 лет, у меня другие теперь взгляды. Да, жизнь идёт, опыт жизненный как бы идёт. И ты переосмысливаешь некоторые вещи, да, ты смотришь на всё иначе. Я, например, да, то, что я думал там 10 лет назад, оказалось, что это совсем не так, совсем по-другому это работает. Сейчас, вследствие моего жизненного опыта, я получил другие знания, я сформировал другое мнение. Возможно, эти парахаботы, которые защищают Порошенко, тоже пройдут определённый жизненный опыт, жизненные ситуации. И начнут по-другому рассказывать. Вы думаете, что, вот, представьте, поменяется правительство, и эти все парахаботы оказываются в эмиграции, начинают кричать, какие ужасы в Украине творятся, как полиция забивает людей, какие там прокуратура. Так, а мы спросим, ребята, так вы же их защищали. Говорят, ну, 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 вот мы, вот, ну, вот так вот, теперь вот так вот. Ребята, они все перекрасятся, вот 100%, просто подождите, ещё буквально год-полтора, вы увидите, как начнётся меняться риторика. Некоторые, которые захотят остаться в Украине, начнут рассказывать, да мы же ничего плохого не говорили, это всё фейки, они поудаляют все свои посты, они поудаляют все свои видеозаписи. Да, они будут рассказывать, что я ничего плохого не говорил из этого политика, кто стал президентом. Это не я был, это кто-то другой был. Перекрасятся, и будут уже рассказывать, вот мы такие хорошие, давайте теперь дружить. Так и будет. Так и будет. Ребята, я занимаюсь политикой уже более 12 лет. Более 12 лет. И вы знаете, ну я уже, это третий президент, будет скоро четвёртый. Я уже на такого насмотрелся, ну такого насмотрелся, и что только не было. Ну, это смешно. Эти парохоботы повылазили все буквально недавно, да, повылазили там пару лет назад, они думают, что они великие политические эксперты. А чем они занимались 10 лет назад? Чем они занимались 5 лет назад? Где они работали? Какой у них жизненный опыт? Не было у них никакого жизненного опыта. Они думают, что вот Порошенко будет вечно. Они думают, что Порошенко их защитит. Они думают, что Аваков их защитит. Да нет, ребята, власть в Украине меняется каждые 4-5 лет. И правительство, которое будет следующим, оно может быть недружественно вашей политической позиции. Начнутся репрессии. И вы сами пострадаете от той политики, которую проводили. Не гать в колодец, доведется воды напиться. Доведется воды напиться. Понимаете, в чем суть? За вами что придут новые? Ну придут же. Ну не будет так, что все хорошо. Ну я-то знаю по себе, но не будет хорошо. Не будет хорошо, что если ты выступаешь за коррумпированное правительство, не будет хорошо. Расправятся конкуренты. Они придут в власть и отомстят. Ну отомстят же. Ну не будет Порошенко у власти 50 лет. Думайте о будущем. Думайте о том, как вы будете потом через два года смотреть людям в глаза, когда вас спросят, когда вы останетесь без протекции, когда не будет такого, что вас не трогают, когда к вам в квартиру будут с обысками приходить из бэушники, вас будут так нагибать, что вы охренеете. Тогда я посмотрю на вас за защиту правительства Украины. Нужно бороться не за правительство. Да, ребята, я работаю 17 лет. 17 лет я работаю. Каждый день. Да, я никогда без работы не был. Всегда я работаю 17 лет, сейчас мне 32 года. Я работаю каждый день. И все деньги, которые я имею, я заработал своим трудом. Мне родители деньги не давали. Я зарабатывал все свои деньги своим трудом. И все, что я имею, аналогично я купил за свои деньги. Поймите это. 17 лет я работаю. Вот такая вот у меня судьба. Я знаю, что такое труд. Вот и все. Вот и все. Да не, рано мне еще в президенты. Ребят, ну, все-таки у меня, во-первых, по возрасту, какие 32 года. Я не буду... Это нужно все-таки человек, президент, это должен быть взрослый. Думаю, после 40, 50 годов, может и старше, который все-таки уже есть жизненный какой-то опыт. Я еще не... Ну, нет. Это слишком маленький срок. Это большая ответственность. Я не могу даже думать об этом. Это еще очень рано для такого. Очень рано. К тому же, когда ты живешь в эмиграции, ну, нужно жить в Украине, потому что ты, к сожалению, так или иначе теряешь связь. Ты начинаешь жить по другим стандартам. Мне будет тяжело, на самом деле, сейчас жить в Украине, потому что я привык к другим стандартам жизни. И если я попаду сейчас в Украину, я просто охренею от ужаса. Я просто охренею от того, что происходит. Я охренею от того, что у вас на дорогах творится. Я охренею от того, как у вас полиция работает. Я охренею от ваших цен. Я охренею от общения. Я охренею вообще от всего, что происходит в Украине. Я буду ходить вот с такими глазами. У меня будут на лоб глаза вылазить. Я просто буду не понимать, что происходит. У меня уже менталитет другой совсем. Читаю, конечно, но не попадают в ЛС только друзья мои. Вот такая вот ситуация. И что я хотел бы донести вам, чтобы просто вы понимали. Нужно бороться за свое экономическое, социальное благосостояние. Вы должны чувствовать себя людьми. Вы должны зарабатывать столько денег, что вы могли позволить себе необходимый набор для жизни. Это ваше жилье. Это ваши продукты. Это ваша одежда. Это ваше образование. Это транспорт, автомобиль. Это оплата ваших детей. Оплата обучения. Это все у вас должно быть. Не нужно много. Вот стандартный набор. К сожалению, как бы вы в Украине не работали, вы не сможете достичь этого набора. Вы не сможете на свою зарплату купить квартиру. Вы не сможете купить новый автомобиль. Вы не сможете одеваться в хорошую брендовую одежду. Вы не сможете хорошо питаться. Вы не сможете оплачивать хороший университет. вы не сможете сделать ничего, вообще ничего, понимаете, в чем суть, и ваша жизнь просто пройдет в пустоту, понимаете, жизнь идет, капает, я понимаю, мне 32 года, жизнь будет 33-34, это очень страшно, жизнь проходит в никуда, и нужно очень сильно много стараться, чтобы к 40-50 годам ты чувствовал себя хорошо, нужно много работать, да, приходится очень много работать, но это результат есть, есть результат, ребята, я не хочу называть конкретных имен, конкретных парохоботов, их очень много, их очень много на самом деле, они все одинаковые, они все одинаковые вещи пишут и говорят, между ними нет никакой разницы, не важно как их зовут, они все говорят одно, заткните свои ротяки и голосуйте за Порошенко, все, аналогично говорят и в России ватники, закройте свой рот и голосуйте за Путина, вот я, например, знаю такого блогера, многие, наверное, знают Камикадзе Ди, да, он постоянно в своих эфирах рассказывает о том, что происходит в России, и обратите внимание, с какой ненавистью ватники на него реагируют, они пытаются его оскорблять, накручивают ему дизлайки, унижают его, дискредитируют, ватники просто орут, закрой свой рот, закрой свой рот, не говори о том, как плохо в России, это не Путин виноват, Путин хороший президент, так они говорят, закрой свой рот, вот то же самое я вижу в Украине, есть блогеры, которые говорят о том, как плохо в Украине, да, но есть ватники, которые говорят, закрой свой рот, закрой свой рот, Порошенко это хороший президент, они типа такие патриоты, но чем они отличаются от тех, кто голосует за Путина, да, ничем, это все та же самая схема, только те выступают за Путина против российских блогеров, оппозиционеров, эти выступают за Порошенко против оппозиционеров Порошенко, по один и тем же методам, по одним и тем же методам, ребята, вообще не отличается ничего, все копия, те стебутся над укропами, те стебутся над ватниками, но и те, и те работают по одинаковым методам, они работают в интересах Порошенко, того политика, который создал такую жизнь в Украине, благодаря которой вы зарабатываете мало, а платите много, Порошенко в шоколаде, Косюк в шоколаде, Ахмедов в шоколаде, все в шоколаде, кроме вас, ну кроме вас, если в стране война, так страдать должны же все, но не может так, чтобы страдал только простой народ, почему должны страдать только простые люди, а олигархи должны повышать свою прибыль, пусть, значит, отдают свою прибыль на войну, пусть покупают оборудование, выплачивают зарплаты, бесплатно снабжают армию продовольствием, они же этого не делают, нет, они борются с вами, они хотят, чтобы вы зарабатывали мало, платили, много, не возмущались, ротик был закрыт, и голосовали за Порошенко, это идеальный избиратель, у вас не должно быть нового автомобиля, у вас не должно быть своего жилья, у вас не должно быть хорошего холодильника с набором продуктов, вы должны тихонечко ходить на работу, получать свои 5-6 тысяч гривен, и прийти на выборы, проголосовать за Порошенко, купить себе плиточку Рошена, и все, это ваша задача, а задача блогеров, чтобы это все происходило, чтобы люди, которые начинают возмущаться, их обзывали, их провоцировали, да, чтобы они свой ротик не открывали, зачем народ поднимать на бунт, зачем, чтобы народ требовал высокую зарплату, этого не должно быть, нет, парохобота, задача парохобота, чтобы вы зарабатывали мало, платили много, молчали и голосовали за Порошенко, все, вот набор, вы согласны с этим? Живите так, я с этим не согласен, но я бы не смог бы работать на 5 тысяч гривен, это просто невероятно, ну ребята, ну заправить автомобиль в Украине 100 тысячу гривен полный бак, ну как это так, что я что буду зарабатывать в Америке на этих 5 баков бензина, ну это же просто смешно, ну это просто, это просто неуважение к себе. Да, парохоботы на самом деле очень болезненно относятся, я понимаю, что даже этот эфир, он очень болезненно будет ударять по парохоботам, очень сильно, очень сильно будет ударять, они будут писать гадости. Вот сколько на меня грязи, вот я вот так в принципе прикинул, если посмотреть сколько на меня вылили грязи, то наверное ни на одного политика столько грязи не вылили, ну кто только не вылили, вот назовите любого человека, да, там блогера, там какого-нибудь такого, все вылили, начиная от какого-то рядового блогера, заканчивая Арсена Маваковым. Ну вот все вылили, все на меня говорили гадости. И когда даже я работал против Януковича, да, во время Януковича, сколько на меня гадости вываливали, как говорили, что я там агент ЦРУ, что я проект Яценюка, помните даже статьи писали, что Ростислав Шапошников, это проект Арсения Яценюка, да я ржал просто, я ненавидел ту тварь всю свою жизнь, да, вот только я его знаю. И говорили, что я проект Яценюка. Теперь Яценюк пришел к власти, и теперь, наверное, те же самые журналисты пишут, что я там проект Кремля. Ладно, ну знаете, опять придет там другой политик, да, там будут опять говорить, что я там агент Госдепа. Ну то есть, понимаете, каждый раз меняется агентура, да, кто там в Яче агент, в зависимости от того, кто от власти. Ну это просто смешно, это просто смешно. Столько гадостей на меня написали, но я, наверное, это просто можно будет, не знаю, там собрать. Целый архив, библиотеку, сколько про меня гадости написали и говорили. А все почему? Потому что я говорю правду. Я говорю правду и заставляю людей бороться за свои права. Вот и все. А это их бесит. Это, конечно, не хочется, чтобы Ростислав Шапошников провоцировал людей на повышение зарплат. Как вы могли себе даже подумать в своей голове, что вы можете зарабатывать больше денег? Как? Как у вас могла такая мысль родиться в голове? Ребята, вы должны зарабатывать 5000 гривен и голосовать за Порошенко. Это ваше жизненное предназначение. Как вы могли бы даже подумать об этом? Да вы просто покусились на святое. Вы покусились на святую власть. Это же Порошенко. Это же Бог. Это Бог просто назначил Порошенко своим представителем в Украине. Божественная власть спустилась. Как вы могли подумать о том, что вообще можно избрать другого политика? Вы что, ребята? Вы даже думать об этом не должны. Вы должны только думать о том, как заработать 5000 гривен, купить курятину по 50 гривен килограмм и проголосовать за Петра Алексеевича Порошенко. Это ваша миссия, украинца. Вы не должны мыслить. Вы не должны задумываться. Вы должны голосовать за Петра Порошенко. Вот что вам говорят товарищи парохоботы. Это их миссия. И разве вы согласны с таким существованием? Разве вы согласны с таким положением вещей? Если да, Украина демократическая страна. Вы имеете право так жить. Но нормальный человек так жить не будет. Ну, давайте просто здраво сядем, по-человечески поговорим. Давайте возьмем любого парохобота. Просто берем любого парохобота. Не важно какого. Садим его за стол и спрашиваем, товарищ парохобот, а кем вы работаете? Можете сказать, вашу профессию и вашу зарплату. А потом спросить, а вот вы ходите в магазин, сколько вы тратите на еду? Сколько вы тратите на аренду квартиры? Сколько вы тратите на ЖКХ? Вот вы приходите домой, что вам говорят ваши дети? Папа, ты сколько нам сегодня еды принес? Товарищ парохобот, сколько вы сегодня принесли еды вашим детям? Папа, а ты меня в университете дашь учиться? А сколько стоит обучение в университете? Папа, а ты мне купишь квартиру? Вот я хочу там вот вырасту, может ты мне купишь квартиру? Парохобот скажет, ну, 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 ну. Нет, папа. Иди работай и зарабатывай достаточно денег. А если тебе мешают зарабатывать правительство, так давай с этим правительством бороться, а не защищать его. Да? Логичный вопрос. Сколько парохобот зарабатывает денег на своей работе в Украине? Сколько парохобот платит налогов в украинский бюджет? Конкретные цифры. Профессия, зарплата, налоги. Сколько конкретно? Они вам, думаю, тебе ответят? Они начнут, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я на донатах живу. Слушай, чувак, ты не на донатах должен жить. Ты должен работать. У тебя должна быть профессия. Ты не должен жить на донатах. Взрослые люди. Профессия должна быть. Ты кем будешь своим детям рассказывать? Донатором был? На донатах детей будешь своих кормить или что? А ты налоги заплатил с этих донатов? Донатчики. На донаты, блин. Работайте, ребята. Работайте, зарабатывайте. И когда вы начнете работать, вы поймете, что зарабатывать в Украине невозможно. Нормальные деньги. А после этого к вам придет другая мысль. А кто в этом виноват? И тогда, возможно, ваша извилина так извернется, что вы берете к выводу, что правительство в Украине вас дурит. И нужно бороться с этим правительством. А не донаты выпрашивать. Вот и все. Простые вопросы. Простые вопросы. Просто общайтесь с парохоботами. Простыми словами. Не нужно вступать в эти бессмысленные дискуссии. Вот вы видите парохобота. Сразу простой вопрос. Кем ты работаешь? Какая у тебя зарплата? Сколько ты заплатил налогов? Сколько ты заплатил за коммунальные услуги? Сколько ты заплатил за еду? Сколько ты заплатил за квартиру? И что у тебя осталось в кармане? Конкретные цифры ты можешь распить? Я могу расписать. Я могу расписать. А вы можете расписать? Думаю, нет. Думаю, нет. Потому что парохоботы, часть парохоботов, естественно, просто не работает. Не работает. Она не может пояснить источник своих доходов. Конечно же. А часть, ну, почему не работает? Потому что получает от Порошенко денежки А часть сидит на донатах, выклянчивает деньги Думает, что так оно будет Ну, Порошенко уйдет в власти, кто вам будет донаты кидать? Все, бомжевать пойдете, что вы? Собирать эти, блин, пустые бутылки на мусорнике Думайте о своем будущем Что вы детям будете своим рассказывать? Что ты донатил всю свою жизнь? Ну, это просто смешно Это просто какой-то бред Это просто какой-то бред Ребят, что читаю, то могу Коментов очень много Оно так проскальзывает, да И не все вижу Ну, по возможности отвечаю Но комментариев очень много Я просто призываю вас к одному, ребят Я хочу, вот мое желание Искреннее желание Я мечтаю об этом Чтобы в Украине люди жили, как нормальные люди Чтобы нормально ходили на работу Зарабатывали достойную зарплату Оплатили налоги Покупали себе дома, квартиры, машины Чтобы не стыдно было Ну, не стыдно было за свое существование Ну, не стыдно было перед детьми своими Понимаете, в чем суть? Не стыдно было Донаты это финансовая помощь Когда люди выпрашивают деньги у своих зрителей Для того, чтобы, ну, просто на эти деньги жить И защищать правительство Украины То есть они не выпрашивают эти деньги на борьбу с правительством Украины Я понимаю Я понимаю, когда ты вынужден воевать с правительством И у тебя тяжелое положение Тут вопросов нет Но когда ты работаешь на правительство Украины Да вообще, любое правительство Даже России И при этом ты еще у народа, который это правительство грабит Выпрашиваешь деньги Вот это, конечно, мастер-класс Это двойной грабеж Сначала правительство грабило народ А потом еще народ заплатил этим блогерам Которые это правительство защищают Двойная комбинация просто Двойная комбинация Просто уникальный случай Донатеры хреновые Бунтуйте, ребята, бунтуйте Выходите на площадя Говорите Низкие у нас зарплаты, высокие цены Давайте что-то с этим решать Либо повышайте зарплаты Либо понижайте цены Другого пути нет Не другого пути Создавайте профсоюзы Как в Соединенных Штатах Были профсоюзы Да И профсоюзы воевали с правительством Воевали с олигархами И сейчас Такой нужны в профсоюзах нет Потому что власть американская Установила такие правила игры В государстве Что не может работодатель Нагибать своего сотрудника Но есть допустим Цена на рынке Цена зарплаты И она Не будет человек Меньше зарабатывать Есть определенный Зазор От и до От 50 до 80 тысяч долларов В год От 80 до 50 Но нет такого Что человек пришел И зарабатывает 300 долларов В месяц зарплаты Такого просто нет Это запрещено Законом платить Такие маленькие зарплаты Есть баланс Есть баланс Да Зарплата И расходы Должен быть баланс Не может человек Зарабатывать очень мало Тратить очень много На какие-то банальные Свои потребности Я не говорю про яхты И пароходы Я говорю про еду Про элементарные вещи Ребята Экономика давно уже поднята Товарищ Ахметов Товарищ Казюк Миллиардеры Если бы экономика была плохая Они чтобы стали миллиардерами Скажите себе Очень просто Вы вообще понимаете Что такое миллиард долларов Представьте себе эту сумму Это сколько денег? Миллиард долларов Миллиард долларов Зачем Человеку одному столько денег? Ну что он с ними будет делать? Если бы экономика была плохая То откуда бы они заработали деньги? Экономика отличная Поверьте Экономика в Украине отличная Если товарищи Ахметова и Касюки Стали миллиардерами Вот и все Экономика Это просто вас дурят Вам рассказывают лапшу на уши Пусть Ахметов не зарабатывает миллиарды А платит зарплату Достойную своим сотрудникам Или понижает тарифы на электроэнергию Не Роттердам плюс А Украина плюс Да? Простая формула Потому ребята Когда вы видите Какого-либо блогера Который выступает Поддерживает Петра Порошенко Или Арсена Авакова Или Гройсмана Неважно И при этом Выпрашивают у вас донаты Плюйте ему в харю И гоните его нахрен Потому что его уже так спонсируют властью Он в ваших донатах Не нуждается Понимаете в чем суть? Не нуждается Человек который обслуживает правительство В донатах Не нуждается Он уже проспонсирован правительством Украины И вы должны заботиться Не о донатах А о своих детях Лучше вы своите деньги Своим детям отдайте Пусть он мороженое пойдет себе ребенок купит А не какой-то тварь Пойдет и их прожрет Порохоботская Своих детей кормите А не донатчиков этих Клоунов Которые защищают правительство Украины Вот и все Все очень просто Если ты защищаешь правительство Украины Ни копейки никаких ты не должен получать с народа Народ должен беззаботиться О своем благосостоянии А администраторам поставлено правительство Если правительство не справляется со своей задачей Оно должно быть уволено со своих должностей Если оно не увольняется И продолжает грабить народ А люди которые его защищают То таких людей нужно гнать в шею Потому что они защищают вашу бедность Блогер Который защищает правительство Украины Защищает вашу бедность Простая формула Простая формула Потому давайте садиться Спокойно Без истерики Без этих агентов Кремля И все остальное Садиться за наши столы И спрашивать себя Значит так Я живой человек У меня есть две руки Две ноги Я хочу работать Тяжело каждый день Вставать в 8 утра В 7 утра Работать Вкалывать Но я хочу зарабатывать Там 2-3-4 тысячи долларов в месяц Я хочу Или же Если я зарабатываю 5 тысяч гривен Значит цена на продукцию Должна быть там 5 гривен Да Там за килограмм курятины Если происходит иначе Значит кто-то кого-то обманывает Кто-то где-то ворует А если кто-то где-то ворует Значит давайте разбираться С этим вором Если товарищ Косюк Миллиардер И экономика плохая То он не может стать миллиардером Значит где-то он и деньги украл Украл не просто пошел Там где-то мешок стянул А недоплатил зарплаты Или недоплатил налогов Все очень просто Значит мы приходим к выводу Что мы должны воевать С этими коррумпированными чиновниками Зарплата в США В среднем 3 тысячи 700 долларов в месяц В среднем по стране Кто-то зарабатывает меньше Кто-то зарабатывает больше В среднем 3 700 Потому я буду призывать В этом эфире В следующем эфире В 150 в эфире Давайте бороться За свое благосостояние Не за какие-то эфемерные вещи А за то чтобы мы И наши дети Жили достойно Чтобы мы не были нищими Чтобы мы не были бомжами Понимаете в чем суть? Не были бомжами в своей стране Потому что я в Америке Не бомж А украинцы в Украине Бомжи По сути своей Потому что нищие Как бомжи Бомжи в Америке Живут больше Бомж в Америке Собирает 100-150 долларов Подачек в день Вы столько за месяц зарабатываете Понимаете? Думаете, что бомжара в Америке Зарабатывает в день больше Чем вы на месяц За месяц в Украине Начинать нужно с того Что нужно прийти к этой мысли Когда такая мысль Посеет вас В голове И вы посеете эту мысль Среди ваших друзей А друзья посеят Среди других друзей То соберется критическая масса И эти все паразиты Просто не смогут Паразитировать на народе Пока люди глупые То и паразитов очень много Люди должны быть умные Образованные Правильно мыслить К сожалению Очень глупых людей Очень много глупых людей Проживают в Украине И этим пользуются паразиты Вот этого быть не должно Значит нужно повышать Уровень сознания людей Образованность Логическое мышление У вас должно развиваться Логическое мышление Вы должны видеть Причинно-следственную связь Понимаете Если человек тупой Он этого не видит Если человек умный Он может понять Что одно зависит от другого Не может быть Что в плохой экономике Владелец предприятий Миллиардер А люди его Нищие сотрудники Значит где-то что-то не так Давайте искать где Знаете Причинно-следственная связь Да Одно зависит от другого Парахоботы вам этого не расскажут Парахоботы вам расскажут Значит там есть где-то Путин У вас должна быть зарабатывать 5 тысяч гривен Значит пошел Проголосовал за Порошенко Мне перекинул донатиков Я пошел на эти донатики Пожру Схожу в туалет И на этом наша жизнь заканчивается Я вам рассказываю Что вы должны думать головой Что вы должны зарабатывать достойно А если вы не зарабатываете достойно И у вас маленькие зарплаты И высокие цены Значит вас кто-то грабит Давайте искать кто грабит Как грабит Собираться и решать этот вопрос Собираться на Майданы На площадях Собираться на круглые столы И решать этот вопрос Потому что скоро выборы И они начнут вам рассказывать Эти опять сказки То, да, то, да, все До пятое, десятое Одни и те же самые люди Будут рассказывать Те же самые сказки Конкретно вопрос Какая будет зарплата Какие будут цены Какие условия труда Важно чтобы зарабатывать Какие условия труда Мы готовы работать Какая будет зарплата И какая будет цена продукции Не может быть такого Что человек работал целый день Да, целый месяц Зарплата 300 долларов А купил продукцию Там курятину По американским ценам Так быть не должно Ребята Вас обманывают Понимаете в чем суть? Когда думают 1% населения Ничего это не решится 99% идиотов задавят Задавят Но когда будет таких 50, 60, 70% думающих людей Этих людей победить невозможно Ни один парохобот Он только выйдет в эфир Его сразу тапками закидать Пошел вон отсюда Вот тварь ты Защищающая коррумпированное правительство Пока же глупых людей много Парохоботы паразитируют На создание глупых людей Вот и все Все очень просто Чем больше будет умных людей Тем меньше паразитов будет И все То есть очень просто Больше умных Меньше паразитов Больше умных Меньше паразитов Больше больше умных Паразитов практически нет Вот и все Вот и все, ребята Хорошо, значит, я Буду, наверное, уже заканчивать эфир Я сказал все, что я хотел на данный момент Нет смысла повторять то же самое Это моя позиция Но, что я хотел бы сказать напоследок У меня есть мой круг подписчиков Буквально недавно их было меньше Было человек 19 тысяч подписчиков Даже 16 было Сейчас у меня уже 38 тысяч Плюс 5000 друзей Это 43 тысячи подписчиков у меня в данный момент Будет у меня их больше Ваша задача, если вы хотите помочь распространять знания Распространять информацию Делайте репосты Делайте максимальное количество репостов Пусть эти видео смотрят миллионы людей Чем больше вы будете делать репостов Да, парахобот Чем больше вы будете делать репостов Тем больше людей посмотрят видео И чем больше этих видео я буду записывать И чем больше вы будете делать репостов Тем больше людей со временем Потихонечку будут получать нормальный ум У них будет вырабатываться причинно-следственная связь Потому не ленитесь Делайте репосты Распространяйте видеоролики Чтобы Как можно больше людей Которые раньше меня никогда не видели Смотрели мое видео Получали новые знания И делали соответствующие выводы В ваших силах На сегодняшний день уникальный момент В ваших силах Распространять информацию Не выходя из дома Вам не нужно ходить по соседям Вам не нужно Ничего делать Просто нажмите кнопку репост И вы таким образом Покажете это видео своим друзьям Которые у вас на фейсбуке А те покажут своим друзьям Благодаря вашим репостам Сюжет по яйцам набрал 2,5 миллиона просмотров При том, что у меня было всего лишь 19 тысяч подписчиков Ребята, 2,5 миллиона людей посмотрело видео по яйцам 50-55 тысяч репостов Все в ваших силах Ребята, мы репостами сможем Фактически трет населения Украины покрыть Сейчас в фейсбук уже Десятки миллионов людей Мы сможем покрыть Своими репостами Практически все население Украины И люди будут смотреть эфиры И приходить к нормальным выводам Все очень просто Все очень просто Потому спасибо за внимание Нет, ребят Фейсбук ничего не приносит Фейсбук не монетизируется Ни одного доллара Ни одного доллара С фейсбука я не зарабатываю Это все моя общественная деятельность Не финансовая Не коммерческая Я не прошу вас ни донатов Ничего Если мне будет нужна ваша помощь Помощь она всегда конечно нужна Допустим Перевод статей На сайте Шапошников Ньюс Опять таки Шапошников Ньюс Мой новый сайт Я занимаюсь переводом Статей о коррупции в Украине На английский язык Для американцев Я плачу Переводы Своего кармана Я отправляю письма Своего кармана Часто эти деньги Ну Если в доллары перевести В гривны Это больше чем Вы зарабатываете в месяц Я понимаю что Просить деньги у украинцев На эти вещи Нет смысла Потому и вы так нищие Если есть допустим Люди американцы Да которые Ну наши зрители Которые работают в Америке И зарабатывают Американские зарплаты И они имеют желание Помогать Переводить статьи Давать деньги На перевод статей Это будет классно Потому что я один Конечно же не смогу Переводить все-все статьи Потому что это очень много денег Ну это очень много денег Реально На благое дело Пожалуйста Чисто переводить Ну в пустоту не надо Если конкретно Есть возможность И есть Конкретная задача Да Это безусловно Но так выпрашивать Чисто на жизнь Я у вас не буду Потому что вы и так бедные Куда вас выпрашивать Деньги на жизнь Если вы Вам нужно помогать деньгами Вам нужно помогать деньгами А не те Кто уже нормально зарабатывает Потому такая штука На фейсбуке Я не зарабатываю ничего Ноль Вообще ничего Делайте репосты Чисто из своей гражданской позиции Я буду записывать видео Чисто из своей гражданской позиции Все На этом мы Заканчиваем наш эфир Спасибо за внимание Делайте репосты Пусть этот ролик Посмотрит 100-200 тысяч человек Это будет полезно Для людей Люди хотя бы Начнут немножко мыслить Мозги начнут немножко работать Значит смотрите Сайт очень простой Моя фамилия Шапошников Да по-английски .news Да То есть Очень просто Шапошников News Мой новый сайт Я продублирую В описании Вы посмотрите Также у меня есть страничка Шапошников News В фейсбуке Это новая страничка Также подписывайтесь Буду очень вам благодарен Я с этого не зарабатываю Это чисто гражданская позиция Шапошников News Я напишу об этом в описании Вы посмотрите Сможете зайти Всем пока Всем хорошего дня У нас сегодня было 700 человек в эфире одновременно Сейчас 552 Это очень хорошо Я думаю что в скором времени Будут несколько тысяч человек в эфире одновременно В последующем видео посмотрят еще По записи Я думаю что мы там наберем 100-200 тысяч просмотров Это будет хорошо Всем спасибо Всем удачи Включайте голову Думайте И давайте бороться Всем пока